Святаго Духа Из получений Святаго Иоанна Златоустова на книгу деяний апостольских Будем же и мы подражать Христу Будем воздавать и мы своим врагам, хотя бы они причинили нам бесчисленное множество зол Всем, что есть у нас добро воздадимы Не применим оказывать им благодеяние Ведь если терпя зло можно удовлетворить ярости То гораздо больше благодетельствует им Первое меньше последнего, потому что они все равно благодетельствуют врагу И пожелать или быть готовы претерпеть от него большее зло От последнего перейдем и к первому, что и составляет преимущество учеников крестовых Они иудеи распяли его пришедшего благотворить им Подвергли бичеванию учеников его И после всего этого он удостаивает их такой же чести, как и учеников своих Сообщая тем свои блага наравне с этим Будем уречевая вас подражать Христу Вы там должны подражать ему Это дело человека равным Богу Это есть дело высшечеловеческое Возлюбив милосердие Оно есть руководитель и учитель любомудрия Тот, кто научился быть милосердным к несчастному, научится и не злопамятствовать А научившись этому состоянию, будет и благодетельствовать врагам Научимся сострадать несчастьем ближних, тогда научимся переносить от них и зло Спросим самого того, кто враждует против нас Не остуждает ли он сам себя, не желал бы ли и он быть любомудрым Не скажет ли он, что все это происходит от гнева, от малодушия или от досады Не хотел ли он бы и он быть лучше в числе оскорбляемых и молчаливо переносящих обиды Нежели в числе оскорбляющих и неистующих Не с удивлением ли и он отходит под переносящего обиды терпеливо Не подумай, будто это делает людей презренными Ничто так не делает презренными, как нанесение обид И ничто так не делает почтенными, как перенесение обид Первый, причиняющий обиды, есть злодей А последний, переносящий обиды, есть человек любомудрый Тот ниже человека, а этот равен ангелам Хотя бы оскорбляемый был и меньше оскорбителя Однако и он, если бы захотел, мог бы мстить А как он не делает этого, то все и сострадают ему, а от того ненавидят Что ж, не гораздо ли поэтому он лучше первого? На того все будут смотреть, как на безумного А на него, как на благоразумного Поэтому, если кто станет побуждать тебя судить кого-нибудь, скажи ему Я не могу сказать что-нибудь худое про него Боюсь, что он, быть может, не таков Никогда не говори худого о другом Даже и в уме, тем более пред другими Не ровщи на него и перед Богом Если узнаю, что об нем отзываются худо Защити его Скажи это слово страсти, а не человека Гнева, а не друга Иступление, а не души Так будем рассуждать при всяком прегрешении Не ожидай, пока огонь возгорится Но прежде этого потуши его Не раздражай дикого зверя Не одержи, прежде чем он раздражится Ты уже не в состоянии будешь потушить, когда пламя разгорится А что о нем сказали? Что он безумен и глуп? Но к кому более относятся эти слова? К тому ли, о ком говорят или кто говорит? Последний, хотя бы был очень мудрый человек Заслуживает название глупого А первый, хотя бы и не был умен Заслуживает название человека Благоразумного и любомудрого Кто глуп, скажи мне Тот ли, кто приписывает другому Что, чего на самом деле нет Или тот, кто и при этом случае не смущается Если оставаться спокойным, когда беспокоят Есть знак любомудрия То раздражаться без всякого побуждения Не есть ли великое безумие? Я уже не говорю о том, какое место наказанию Готовано оскорбляющим и злословящим ближнего Но еще что сказали о нем Что он бесчестный из бесчестных Низкий из низких Опять говорящий это обращает поношение на себя самого Тот окажется честным и почтенным А этот поистине низким Поставлять у коризну такие вещи То есть незнатность происхождения Подлинно свойствует души низкой А тот будет великим и достойным удивления Если он нисколько не думает об этом Но остается в таком положении Как будто бы о нем говорили Что он имеет нечто превосходное пред прочими Скажут ли, что он прелюбодеет и тому подобное В таком случае можно и посмеяться Когда совесть не укоряет Тогда не может быть места гневу Поняв, какие дурные и отвратительные произносят выражения Не следует скорбеть от этого Потому что произносящий их уже открыл то О чем всякий мог бы узнать в последствии времени А через то сделал себя для всех Уже не заслуживающим доверия Как человек Не умеющий скрывать недостатков ближнего И таким образом Постудил более себя самого Нежели другого Заградил для себя всякую пристань И подверг себя страшной ответственности На будущем суде Все будут отращаться не столько от того Сколько от его самого Как обнаружившего то Чего не следовало бы открывать И ты не все говори, что знаешь Но бы много молчи, если хочешь снискать добрую славу Через это ты не только опровергнешь Сказанное другими И прикроешь недостатки ближнего Но сделаешь и другое доброе дело Не попустишь произносить суд Против себя самого А тебе худо отзывается кто-нибудь А ты скажи Если бы он знал все То и не это Только сказал бы обо мне Вы усумляетесь и удивляетесь сказанному Но так должно поступать Все сказанное вам Мы заимствуем от мнений Потому, чтобы в писаниях Не было бесчисленных на то доказательств Но потому, что это скорее Может пристыдить вас И писание иногда имеет целью Престудить, как например Когда говорит И язычники такое творят Пророк Иеремия привел пример Сыновей Рихава Которые не согласились нарушить Заповеди отца своего Иеремия 35 глава Мариам и другие вместе с ней Роптали на Моисея Но он свою молитву Немедленно избавил их от наказания И не попустил, чтобы кто-нибудь Узнал, что они за него наказаны Число 12 глава Да у нас не так Напротив, мы того особенно и хотим Чтобы все знали Что обида осталась неотомщенную Да коли мы будем жить жизнью земною Не может быть борьбы Когда только одна противящаяся сторона Если вооружуешь Ту и другую сторону неистотующих То еще более раздражишь их А если только правую или левую То укротишь ее ярость Наносящий удары Когда имеет пред собой человека Сопротивляющегося ему То еще более раздражается А когда покоряющегося То скорее утихают И удары обращаются на него самого Не столько укращает силу врага Человек искусный в борьбе Сколько человек оскорбляемый И не отвечающий тем же Потому что враг наконец Отступает от него Посрамленный и осужденный Во-первых, своей совестью Во-вторых, всеми видевшими Есть одна пословица Почитающий других Почитает самого себя Следовательно И посрамляющий других Посрамляет самого себя Никто Снова скажу Не может обидеть нас Кроме нас самих И бедным никто Не сделает меня Кроме меня самого Объясним это так Пусть будет у меня душа низкая И мне жертв И все жертвуют мне деньги Что из этого? Пока душа не переменится То все напрасно Пусть будет у меня душа великая И все берут от меня деньги Что из этого? Пока ты не сделаешь ее низкую То нет никакого вреда Пусть жизнь моя будет не чистая А все говорят обо мне противное Что из этого? Они хотя и говорят так Но душа судит обо мне не так Или пусть жизнь моя будет чистая А все говорят обо мне противное Что из того? Ведь они сами себя осудят В своей совести Потому что говорят не по убеждению Не нужно принимать к сердцу Как похвал, так и порицаний Что я говорю? Никто не в состоянии будет Повредить нам клеветой Или каким-нибудь порицанием Если мы захотим того Объясним это так Пусть кто-нибудь влечет нас на суделище Пусть злословит Пусть если хочешь домогается И лишить жизни Что ж значит Несколько времени потерпеть Это невинно Но это самое скажут и есть зло Напротив Пострадать невинно Это и есть добро Что? Неужели нужно страдать невинно? Так скажу при этом Один философ из внешних язычников Когда услышал Что такой-то лишен жизни И когда один из учеников его сказал Жаль что несправедливо Обратившись к нему сказал Что ж тебе хотелось чтобы справедливо? Ян Креститель несправедливо ли лишен жизни? Кого же ты более жалеешь? Того ли кто лишен жизни несправедливо Или кто напротив? Не считаешь ли ты последнего несчастным? А первому не удивляешься ли? Что же несправедливо потерпел человек Который от самой смерти получил большую пользу А не только что никакого вреда? Если бы невинная смерть делала бессмертного смертным Тогда подлинно был бы вред Если же смертного, которого по природе Через несколько времени должна постигнуть смерть Кто-нибудь поспешил предать смерти со славою То какой здесь вред? Итак, пусть будет у нас душа хорошо настроена И тогда не будет нам никакого вреда от вне Но ты не в славе Что ж из этого? Что мы сказали о богатстве? Тут же и о славе Если я велик То ни в чем не буду нуждаться А если чеславен То чем больше буду приобретать Тем большего буду желать Тогда-то в особенности я и буду знатен И достигну больше славы Когда буду презирать славу Итак, познав это, возблагодарим Христа Бога нашего Даровавши нам такую жизнь И будем проводить ее Во славу Его Так как Ему подобает слава С обезначальным Отцом и Святым Его Духом Во веки веков Аминь Аминь